Этот писатель погнал мрачное детство, нищету, унижение и потому твердо решил преуспеть в жизни. Ему было всего 26, когда его имя, Чарльз Диккенс, включили в список 40 самых знаменитых британских литераторов, деятелей искусства и науки. Он родился 7 февраля 1812 года в пригороде Кортсмута. Его отец, Джон Диккенс, сын Лакея и Дворецкого одного из английских поместьй, добился места в морском казначействе и женился на дочери мелкого чиновника, Элизабет. Когда Чарльз забил 5 лет, отец получил назначение в город Чаттен. В то время Джон Диккенс получал хорошее жалование и мог побаловать своих многочисленных детей прогулкой на яхте, посещением цирка и террористского театра. Где бы Чарльз ни оказывался, он наблюдал за людьми, за выражениями их лиц, мимикой и жестами, а затем старался их изобразить во время домашних спектаклей. Другим его любимым развлечением было чтение. Няня Чарльза, которая называла его сердечным, приветливым и открытым мальчуганом, нередко находила своего воспитанника, сидящего в укромном уголке, с книги в руках. Он рано под руководством матери научился читать и писать, пойдя в школу, стал одним из лучших учеников. Но в 11 лет Чарльзу пришлось оставить учебу. Его родители были добрыми и честными людьми, но весьма обеспеченными, жили непосредством, что в конце концов привелось в людьми щите. В 1822-м Джон Диккенс, уже запытавшийся в долгах, получил назначение в Лондоне. Семья поселилась в бедном столичном квартале. Чтобы расплатиться с кредиторами, Элизабет Диккенс решила открыть частную школу, для чего арендовала помещение в респектабельном районе. Но предприятие лопнуло, желающих учиться у миссис Диккенс не нашлось. Джона Диккенс арестовали и посадили в долговую тюрьму. По закону, семья заключенного за неуплату налогов могла отправиться в тюрьму вместе с ним. Элизабет с детьми последовала за мужем, а 12-летний Чарльз, как старший сын, остался на свободе, чтобы зарабатывать. Его взяли на фабрике по производству лаксы, где он работал с утра до ночи, едва держась на ногах от усталости и голода. По выходным он посещал родителей в тюрьме и бродил по лондонским трущобам. Здесь, по словам его биографа, сам того не подозревая, Диккенс получал свое подлинное образование. Блуждая по хмурым окраинам, он добывал селье, из которого ему предстояло создавать своих героев. Когда Диккенсу было 13, его отец получил небольшое наследство, уплатил долги и семья обрела свободу. Чарльз покинул фабрику и поступил в классическую и коммерческую академию. Но через два года ее пришлось оставить, нужно было снова зарабатывать. Он устроился рассыльным в судейскую контору, позднее стал клерком в коллегии юристов. Работа требовала умения быстро писать, и Чарльз освоил стенографию. Газеты начали заказывать ему репортажи о судебных заседаниях. Параллельно Диккенс брал уроки сценического мастерства. С детства влюбленный в театр он мечтал об актерской карьере. Однако на сцену Чарльз так и не попал. В день прослушивания в Коминг-Гардене он тяжело заболел. В 17 лет Диккенс пережил первую, самую сильную и неразделенную любовь. Ради Марии Биднелл, дочери банкира, он был готов на самые смелые подвиги. Ее уже забавлял веселый стенографист, но она никогда не стала бы его женой. Весной 1832 года 20-летний Диккенс получил место парламентского репортера. А с декабря 1833-го, помимо парламентских заметок, в газетах стали появляться его очерки, подписанные шутливым прозвищем «Босс». Диккенс вошел в круг английских литераторов. На дочери одного из них, Кэтрин Хогарт, в апреле 1836-го года он женился. Полный сил и энтузиазма, Чарльз брался за любое дело, чтобы обеспечить родителям и свою семью. В 1836-м он согласился написать подтекстовку к журнальным рисункам о жизни незадачивых джентльменов. Как и с пописи к картинкам, возник роман «Посмертные записки пикликского клуба», который прославил Диккенса. Общительный, обаятельный и жизнерадостный молодой писатель стал желанным гостем в светских салонах. Его собственный дом разделался местом встречи лондонской богены. В 1842-м Диккенс с успехом посетил Америку, а в 50-х стал разъезжать по Великобритании, читая публике свои произведения и участвуя в любительских спектаклях. Став знаменитым и богатым, однажды Диккенс получил письмо от своей первой возлюбленной. Между ним и Мари завязалась пылкая переписка. Будто забыв, что 24 года назад она его бросила и вышла замуж за другого, Мари надеялась на продолжение, но их первая встреча оказалась и последней. Чарльз не смог оставить жену и десятерых детей ради Мари, но сделал это ради 18-летней талантливой актрисы Лен Кернан. Она не принесла ему ни счастья, ни покоя. В последние годы жизни Диккенс провел в неутомимой работе. Почти беспрерывно писал и встречался со своими читателями. 9 июня 1870 года, перенеся кровоизлияние в мозг, писать не скончался. Наскрадавшись в детстве от социальной несправедливости, Чарльз Диккенс, тем не менее, не утратил веру в чудо. Он часто придумывал своим грустным историям счастливые завершения. Надеюсь, что люди прочтут его романы и станут лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова